Понятие интуит – сенсорик в соционике. С вами Сергей Дорошевский. Понятие интуитивного или сенсорного восприятия является второй дихотомией из четырех определяющих социотип человека. Эти понятия говорят о том, какими каналами преимущественно пользуется индивидуум для получения информации об окружающем мире и о себе как части окружающего мира. Слово сенсорик происходит от латинского sensuum, что значит чувство. И действительно, у сенсориков очень развитые органы чувств на физическом плане. Ну, те, которым мы привыкли – зрение, слух, обоняние, вкус и проприоцептивная чувствительность. Они преимущественно воспринимают реальность органами чувств физического тела. У интуитов же, напротив, преимущественное восприятие информации об окружающем мире происходит не как у сенсориков – органами чувств, а интуитивно – из энергоинформационного поля – пространства. А органы чувств у интуитов развиты относительно слабее, чем у сенсориков. При этом неправильно было бы думать, что сенсорики напрочь лишены интуиции. Это совсем не так. Просто они больше доверяют своим физическим органам чувств. Точно так же, как неправильно было бы сказать, что интуиты совершенно лишены сенсорности. Нет, она у них есть. Просто они привыкли больше доверять своему интуитивному, тонкоплановому восприятию. Различают два канала сенсорики – экстравертную волевую сенсорику и интровертную, или эстетическую. Также различают два канала интуитивного восприятия – экстравертную интуицию, или интуицию потенциальных возможностей, и интровертную, или интуицию времени. Особенности восприятия окружающего мира порождают и особенности отношения к нему и характера сенсориков и интуитов. Так, сенсорики, более доверяющие своим физическим органам чувств, по характеру более практичны, прагматичны и реалистичны. Для них может быть чаще всего справедливая поговорка «лучше синица в руке, чем журавль в небе». В отличие от сенсориков, интуиты более мечтательны, более изобретательны и оригинальны. Но при этом, как вы уже поняли, интуиты менее практичны и реалистичны, чем сенсорики. Одни из наиболее благоприятных – дуальные социальнические отношения объединяют в себе одного партнера сенсорика, а второго интуита, каждый из которых дает другому то, что у него слабое. Так, например, сенсорик дает интуиту реализм и прагматичность и практику, а интуит – мечтательность и видение перспективы. Я объясняю понятие сенсорики и интуиции, нередко прибегаю к такому сравнению. Сенсориков я сравниваю с земными, а интуитов – с небесными типами, с небожителями. Особенности восприятия порождают и разное отношение к своему состоянию здоровья и, собственно говоря, само состояние здоровья. Лучше чувствующие свое тело – сенсорики, как правило, отличаются лучшим здоровьем, чем интуиты, доверяющие больше не себе, а врачам или другим специалистам извне. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok